В поверхности я наношу еще обычный акриловый грунт. Если вы будете клеить на клей ПВА какую-то распечатку, она очень плохо пристает к этому грунту. И это если вы сушите феном. Конечно же, если вы не сушите феном, то в принципе... Посмотрите, начинаем грунтовать. Я вам сейчас покажу разницу. Вот сейчас это очень много грунта на губке. Его нужно растягивать до тех пор, пока у вас не будет ровненькая поверхность. Именно такими движениями делать не надо, потому что у вас остаются следы. Растягиваем аккуратненько в другую сторону до тех пор, пока у нас не пропадут эти пузырики и не будет равномерная поверхность. Если у вас много краски, то обязательно эти пузыри останутся и будет такая бугристая поверхность. Придется шлифовать. Светлана пишет, у меня губка сильно пузырит. Светлана, когда вы покупаете губки, следите за тем, чтобы были такие... Всем добрый вечер. Кто у нас там опоздал? Вот посмотрите, насколько получается ровная поверхность. Когда вы нажимаете на губку, вот ее деформируете, да, вот она получается неровная, у вас обязательно будут пятна. Когда она ровная поверхность самой губки и ровная получается грунтовка. Я сейчас переверну, чтобы мне вот так вам показывать. И опять взяли грунт и потихонечку спускаемся вниз. такими движениями отрывистыми. Вообще желательно, когда вы наносите грунт, оставляйте это сушиться самостоятельно. Не феном сушить, как мы сегодня будем, а именно сушить самостоятельно. Прохладно, да, то есть по полтора часа будет сохнуть. Если у вас жарко, то за полчаса он спокойно высыхает. Это я говорю сейчас про акриловый грунт. Грунт отых сохнет, ну, где-то тоже полтора часа. До полного высыхания отых где-то три часа нужно, чтобы положить следующий слой. Ну вот, смотрите, загрунтовали поверхность. Сейчас подсушу и будем грунтовать второй раз. Девочки, не пугайтесь, звук мы выключим, чтобы вам просто не надоедать. На чуть-чуть потолще салфетки приклеивайте к обычному листу. Малярным скотчем тоненько можно приклеить по периметру или можно приклеить на клей-карандаш. Мы намочили, оборвали так, чтобы у нас получился вот такой сюжет. То есть у меня две таких половинки. Рисовая бумага. Есть волокнистая и есть для каллиграфии рисовая бумага. То есть она продается в рулонах и продается с четвертого формата. Грунтовали мы, еще раз повторяю, кто оплатил, латексный экран. Можно загрунтовать второй слой, потому что, видите, где-то есть просветы, где-то не так, может быть, хорошо легла. Так, чтобы она была плотно прикрыта, красочка такая. И мы обязательно грунтуем второй раз. Если вы хотите, допустим, сделать какой-то светильник, может быть, или какой-то подсвечник, то грунтуйте один раз, чтобы он у вас светился в темноте. Потому что еще картиночка и плотность получаются достаточно такая вот увесистая. То есть два слоя грунта, плюс у вас распечатка, плюс слой акриво дорисовки. И просвечивать не будет. У нас как-то был вебинар, как раз мы делали, работали по стеклому, но мы делали подсвечник новогодний. Можете посмотреть. Где-то на просторах Анеты я его видела. Опять же, помним, да, мы разгоняем обязательно пузыри, чтобы у нас не было много красочки. Тянем ее в стороны. Не берите никогда много краски на губку. Всем добрый вечер, кто у нас опаздывает. Мы пока грунтуем. Самое интересное впереди. Падаю вот так. Свою распечатку не прижимаю. И начинаю работать оттуда, где вот у меня, допустим, личико девушки. Ангелочек с ножками у меня стоит. Могу приподнять. И мне нужно вытянуть вот этого ангелочка, который внизу, чтобы у меня получился без складочки. Вот. Потом уже начинаю двигать кисть. Как получится. То есть у меня самое важное, чтобы не было на ножках у ангелочка складочек, на лице у девушки. И прохожу с кистью. В одну сторону и в другую. Долго, видите, я не вожу кистью. Я беру сразу рукой, снимаю излишки клея. Очень важно, долго, когда работаете с рисовой бумагой, нанесли клей, быстренько вытерли, выгнали все пузыри и будем сушить сейчас. Вот. Автор картин Ганс Ханс, или как-то так, вот немецкий художник 18 века. Я могу скинуть картинки завтра у себя на сампу, кстати, я делаю тоже с его картинами. Часто делаю вазы. Целую серию у меня была вазы с его картинками. Замечательный художник. Аккуратно, без лака, прям по сухой. Мы шлифуем. Благо, что на лице ничего шлифовать не надо, что у нас ровненько все легло. Только по краям. Девочки, по картинкам я все говорила вначале, можно посмотреть завтра в записи эфир. Все рассказывала, все показывала, краску тоже. Не буду тратить ваше время сейчас повторяться. Вот, аккуратненько шлифуем. Разворачиваем. Главное, чтобы было гладенько. Слышала, что задекорированное шампанское взрывается. Интересно, почему. Не знаю, у меня не было даже на мастер-классах такого. Гладкое. Сейчас будем делать подложку под нашу подрисовку. Берем акриловые краски. В моей картинке это будет охра, коричневый, черный. Коричневый у вас может быть угроженая. Оливковый. Черный. Так, губки выкидываю, мне не нужны. Кто-то пишет майонезом, снимает акцизные марки. Ничего себе, я первый раз такое слышу. Так, значит, оливковый. Черный. На краешек выкладываю черный, чтобы не переборщить. Никогда не кладите внутрь краску, потому что можете или затемнить очень сильно. Потом тяжело исправить. Лучше такие темные тона, которые вам нужно будет замешивать, выкладывайте аккуратненько с краешком. Так, у меня еще охра. Цвет охра. Так, уберем сейчас, чтобы вам не мешали. У нас специальная плюстика. Нет. Ирина спрашивает, специальная плюстика делать не таким сложным, а облегчит себе задачу. Вот такими участочками я начинаю заполнять зеленым. Аккуратненько. Все, что у меня вверху. Вот здесь, где шторка у девушки, да, здесь я тоже закрашу все потом зеленью, сделаю кусты. Такие объемные деревья. Поэтому я здесь тоже заполняю все темно-зветлые деревья с этой стороны. И постепенно уходим более темный. Я просто взяла охру на эту же кисть, не споласкивая охрой немножко белого. Сейчас ваза состоит из секторов таких, разделенных. Вот здесь это у меня будет... А, вот же, кусочек здесь тоже зеленый. Сейчас я вам покручу. Вот наши сектора, которым мы разделили. Сейчас положу кисть и покажу вам поближе. Смотрите. Это пока еще заготовка, не пугайтесь. Это еще не окончательный вариант. Вот. Я вам сейчас... Сейчас отставлю, пока буду сушить. И вы можете посмотреть на предложение продаж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!